друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня будет очередной обзор на канал жубри вы знаете сегодня вроде самый обычный у них влог но у меня столько возмущение это вообще что-то с чем-то но как говорится начнем сначала в начале ролика ира прям герой геройский что же она такого сделала спросите вы героического вы знаете всем начала объяснять что первые 40 минут на их канале она честно отвечает на все вопросы зрителей почему первые 40 минут да потому что комментарии они закрывают к своему видео на каждый комментарий говорит ришка я стараюсь активно отвечать но все действительно героизм чистой воды со стороны ирины шутка конечно же но на самом деле какая проблема вот вы сами закрыли комментарии к своим видео на своем канале и не надо говорить что это закрыл youtube а вот открывает вам на час времени нет такого не бывает если они закрыты они закрыты вообще то есть да часто от жубривых мы с вами слышали что это семейный у них канал у них есть дети и у всех мол блогеров тоже и так далее и тому подобное есть огромное количество семейных каналов и почти у всех и кстати с большим количеством детей и почти у всех вот этих семейных каналов где есть дети открыты комментарии от закрыты комментарии только у тех блогеров кто сами закрывают комментарии к собственному каналу все блогеры которые не хотят о себе слушать в том числе и как говорится не очень приятные комментарии у сайбель закрыты у вредины лайф закрыта да а практически у всех у многодетых комментарии открыты да и вообще знаете вот как она говорит я отвечаю почти всем ну а почему бы не ответить на 40 комментариев за первые 40 минут да вот когда человек отвечает на 300 комментариев на одного блогера потом отвечает 300 или 250 комментов на другого блогера вот это тогда действительно да ну а на 40 уж комментов можно раз в день в принципе и ответить ничего не развалишься ты блогер это твоя работа но знаете хочется им показать что они такие вот прям молодцы ну хорошо окей как говорится пусть будет так ну а дальше саня стал возмущаться вот эти его просто хлебом не покорми не корми как говорится дай повозмущаться на выпускной в детский в детском саду на сашкин выпускной мы говорит должны заплатить полторы тысячи рублей плюс говорит еще нужны деньги на подарок ну сань ну хватит уже возмущаться почему вот все время я думаю возмущаются больше всего те кто не работает и кто не платит налоги вы жубри вы и так столько плюшек имеете от государства вам государство даже квартиру предоставила бесплатно да вот вам нужно в принципе молиться на это государство уж полторы тысячи рублей раз в жизни на одного ребенка можно в принципе и надыбать да когда по крайней мере делали детей никто об этом наверное не думал рожать рожали а думали наверное что платить кто-то другой будет конечно не будет платить надо вам это ваши дети в принципе далее жубри вы начали рассказывать о том что сидя у компьютера говорит вот говорит мы допустим разговариваем о смарт-часах или говорим о о питании там или еще о чем-нибудь говорит и раз идет реклама смарт-часов говорим о питании раз реклама детского питания ведь все идет прослушка нас точно слушают в общем все жубри вы действительно капец с вами заинтересовались агенты спецслужб других государств надо что-то делать наверное придется вам ховаться в лесах карелии наверное именно поэтому они и собрались ехать в июне месяце на дачу да кстати об этом жубри вы уже тоже говорили несколько месяцев тому назад о том что идет прослушка их слушают ну и так далее и тому подобное далее опять засирали соню вот честно по-другому это никак не назовешь ругаются родители да представляете из-за чего из-за майонеза вот мол соня есть очень много майонеза саня стал стебать ее на камеру можно подумать соня это приятно да грит скоро у нее типа майонез из всех щелей полезет и так далее в общем обосрали девчонку опять с головы до ног но вчера только вчера мы с вами об этом говорили пожалуйста они опять ее обсирают да то есть когда с жубри встал высказывать своей любимице сахарку ирка быстро сказала о не надо не надо давай мы с ней поговорим на эту тему отдельно чтобы никто не слышал вне камеры здесь почему-то соней отдельно вне камеры они поговорить не могут и недостаточно этих разговоров что они тюкают девчонку из-за этого несчастного копеечного майонеза кто-то скажет да майонез вредный да я соглашусь но с другой стороны ей 14 лет я еще пока можно есть все эти вредности давайте начнем с того что жубри вы вообще посмотрим как жубри вы что полезного они вообще в принципе едят это вообще ничего ничего у них все покупное все одни сплошные полуфабрикаты практически постоянно может быть как бы родители начнут себя начнут сами собственным примером показывать правильный образ жизни здоровый образ жизни правильное питание хорошие полезные продукты начнут может быть себя а уже не тюкать эту бедную несчастную девчонку сколько уже можно да вы знаете наверное я так поняла что жубри вы уже настолько по издержались что вот это вот сонина поедание майонеза наносит им огромный финансовый ущерб прямо вот проделала финансовую дру да но честно вот зачем-то ира начала далее вспоминать когда она была худая когда там ей было ли 25 28 ир ну чё ты несешь 25 28 уже люди во всю поправляются да это уже другой абсолютно период девчонки 14 лет она и так у вас худая настроенная все у нее нормально хватит в ней вообще зарождать какие-то комплексы а то только и слышишь что одного она толстая другое называют страшный вообще что за отношение к ребенку я вообще в шоке жубриф пошел еще дальше и стал рассказывать о своих предпочтениях говорит любую не люблю горит худых женщин это все равно что биться об скалы а хочется как по волнам сань чего ты несешь ты совсем просто офигел ничего то что ты о своих так скажем интимных предпочтениях говоришь в присутствии сони и семена знаете ребят в этот момент надо было видеть выражение лица и глаза семы он вообще был просто в шоке даже семе стало неудобно а за вот этих вот родителей но и рисание было просто пофиг веники даже базар свой в присутствии детей не могут фильтровать далее опять ира старелка и ед словно с голодного острова все никак не может наестся честно уже смотреть противно вот просто нет никаких интересов 34 года вроде молодая баба да нет никаких интересов пожрать поспать вот и все интересы далее жубриф видимо посмотрев мои последние ролики говорит ой вот нам все время говорят высказывают чтобы плохие родители плохо воспитываем детей а сема и сони семе и сони даже говорить не надо они за собой постоянно моют посуду а эти мол дев девочки наши ну младшие они еще маленькие саль не чуть несешь про сему и про соню мы никогда ничего не говорим я никогда ничего не говорю и мои ребята в комментариях такого ничего не пишут их то ты правильно воспитываешь ты вообще любишь воспитывать всех вокруг всем указывать чем и кому и как говорится делать да вот тебе просто а почему все от того что тебе заняться нечем гулять вы бросили бросили там еще всякие разные дела сидите теперь дома целыми днями заняться вам нечем вот если бы вы работали а ты в первую очередь как мужик да в семье отец многодетного семейства тебе бы не было времени тратить вот на такую ерунду говорить всякую хрень придираться к детям к ириным детям не к своим да иринах детей ты действительно молодец ты сумел их просто выдрессировать да очень и очень хорошо а вот твои всегда для тебя есть будут и останутся маленькими сашка вот да саша вот младшая он говорит она маленькая а вот все мы кстати в ее возрасте уже мыл посуду и пылесосил у них всего три года разница а соня кстати в ее возрасте уже была нянькой для семена в общем да двойные стандарты как всегда у них рулят пока он сидел этот жубрив распекал детей иришки мамочка все никак не могла наестся а потом раз десять вытирала руками рот на камеру вообще по хер венике и для этого вообще-то существуют салфетки но странно что я об этом говорю женщине в 34 года девушки да ну так если что в принципе мы же не в каменном веке живем салфетки уже давным-давно есть далее опять жубрив проходя мимо комнаты соня докопался до нее на счет учеба ну в общем жубрив разошелся не на шутку и продолжил так скажем свой воспитательный процесс говорит ира а помнишь когда я пришел в твою семью чем питались твои дети заметьте ребят он сказал твои дети а ведь постоянно говорит нет это для меня мои дети сема его называют отцом да нет там у него понятие что это ее дети иначе бы он не так сказал человек который считал бы их своими детьми он бы сказал по-другому он бы сказал а ты помнишь ир когда я пришел к тебе домой чем питались соня и сема а он сказал твои дети понятное дело что у него и отношения есть мои дети а истира твои дети в принципе так оно есть было и будет и никогда он кстати даже этого не скрывал вообще да и кстати да рассказывал он он говорит а я вот когда пришел к вам домой говорит дети твои питались вафельками и печеньками больше ничего есть не хотели ребят представьте а на этот момент когда саня пришел к ире жить в ее квартиру семе было всего-навсего два года а вот ира просто чудесная мать у которой ребенок в два года ничего не ел толком кроме печенек вафель конфет супер да да и соня на тот момент в принципе была еще маленьким ребенком ей было 7 лет поэтому ничего удивительного что у детей постоянно болят животы нет никакого режима дня режима питания вообще ничего маме ири вот обратите внимание ей вообще пофиг ей главное самой поесть а что там ели дети не ели да пофиг ей и вот саня хвастался как он ириных детей а просто выдрессировал да по полной программе а ира в этот момент сидела и хоть бы рот раскрыла хоть бы заступила за своих собственных детей честно сегодня как-то было вообще противно так и хотелось ей сказать уже знаете мама когда вы уже нажретесь уже вот это противно вот это вот знаете вечное забивание своей утробы и когда вы уже нажретесь и вспомните о своих собственных детях о том что им нужно ваше внимание ваша забота им нужно чтобы вы с ними занимались чтобы вы куда-то водили чтобы вы каким-то образом развивали не маман сидит набивает свой живот свою трубу чавкает ну да в тридцать четыре года так в принципе и не научилась и есть аккуратно не чавкать все они вытирать рукой жирный рот в присутствии особенно на камеру но вообще бред но сидится бледная с кругами под глазами вся какая-то вообще никакая знаете когда сами они гуляли вот еще буквально недавно вроде только-только они решили вести здоровый образ жизни и то как бы я не совсем в этот образ жизни верю папа живем и видим время покажет да когда они гуляли ели пили веселились курили все нормально а здоровье они вообще не думали о здоровом образ жизни жизни о здоровых продуктах кормил кормили и продолжают кормить детей всякой ерундой полуфабрикатами сосисками покупными пельменями да то что мамка набивает живот вафлями это нормально а то что дочка любит есть майонезом ну блин у каждого какие-то есть свои моменты почему ей ее нужно за это дрюкать почему ирку не дрюкают за вафли за то что она просто есть уже столько что уже в нее не лезет а соню а соню ругает почему и высказывает все это дело на youtube но странно вообще а больше всего конечно знаете напрягает то что выставляет детей а не в лучшем свете она только ест улыбается и молчит ну честно у меня вообще нет слов нет слов друзья мои но как говорится посмотрим что будет дальше вот такой у меня сегодня получился обзор да кстати там еще видео жубля вспомнил да 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 говорит хорошо что у вас сейчас есть папочку по крайней мере говорит мы посудомоечную машину не включаем моет постоянно посуду ну видимо заставляет чтобы сема и соня мыли посуду все остальные в принципе тоже мыли вручную а он горит да а были времена когда я на вахте работал уезжал работать да сань когда это было ты и в январе месяце собирался на вахту но так и сидишь я просто бла-бла-бла и больше ничего вот любит жубриф следить за всеми только почему-то начал бы себя показал бы членом своей семьи пример начал бы себя нет нет конечно ему проще следить за соней соня наверное уже спит и видит когда она уже свалит с этого дома когда не надо будет бесплатной нянькой для всех их общих совместных детей для младших девчонок когда она уже будет жить а как говорится так как хочется ей вот такой мне сегодня обзор всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите друг друга любите друг друга здоровья здоровья и еще раз здоровья ну и конечно же всем огромное спасибо всем кто ставит лайки всем кто пишет комментарии всем кто подписывается на калда на канал все всех целую всем пока